МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова мы продолжаем разговор о детском церебральном параличе, о его причинах и о том, что же в этой ситуации делать. Значит, как определить... Да, ну, во-первых, я хочу немножечко, скажем, обелить или оправдать акушеров, потому что иногда бывают ситуации, когда в родах акушеры вынуждены использовать руки для того, чтобы ребенок родился, скажем, живым. Ну, например, в ситуации, когда ребенок идет не головным прилежанием, а ягодичными, или ребенок развернулся, его нужно во время родов повернуть. Без этого не обойтись, он застрянет, и тогда он просто может погибнуть в родах. И акушеры вынуждены использовать руки и, соответственно, заведомо причинять ребенку родовую травму. Поэтому это не всегда, скажем, какие-то непрофессиональные действия докторов. Но бывает, когда наложение рук в период родов просто не надо. Надо использовать какие-то другие моменты, дать маме возможность родить самостоятельно и так далее, не ускоряя и не замедляя процесс родов. Значит, и тогда можно избегнуть родовой травмы. Соответственно, чем сильнее применяются руки акушеры, тем более выраженная родовая травма. Сразу хочу сказать, что если ребенок рождается путем кесарево сечения, он травмированный в 100% случаев. Потому что в этом случае ребенка просто вынимают, и руки акушера идут вот так. То есть одна рука держит шею, вторая держит его за область таза, и они сближаются, иначе ребенка просто не вытащишь. Как только руки наклонили голову, все, микротравма обеспечена. Аркадий, а это где-то описано? То, что кесарево сечение, это всегда... Ну, после того, как мы опубликовали наши данные, это действительно было доказано. Этот вопрос стали... Ну, это была доказана наша статистика. Это вот у меня больший раздел диссертации моей о медико-социальной помощи новорожденным детям посвящен как раз вот этой проблеме. Значит, соответственно, уже после... Когда вы ее защитили? В 1994 году. Как она называлась? Она так и называлась. Медико-социальный центр, как новая программа помощи детскому населению. Ну, это такая, скажем, большая организация здравоохранения, но... Детское население. Да, детское население, конечно. Значит, это не мной придуманный термин, это, так сказать, статистическая данность. Потому что есть взрослое население, есть детское население. Значит, после этого стали изучать и вот уже мои дети, учась в медицинском, в том же медицинском институте, это проходили как вот в учебном процессе. Поэтому появились публикации, появились... Это Ленинградская, теперь Петербургская педиатрическая академия Ордена Трудового Красного Знамя. Сейчас тоже? Конечно, сейчас она тоже есть. Нет, имя не имени Ордена Трудового Красного Знамя. Нет, не имени, а ей вручили Орден Красного Знамя. Заслуженная награда. Я о ней тоже могу рассказывать много. Это интересное учебное заведение, единственное в мире чисто педиатрическая академия. То есть не факультет, а там готовят только педиатров. Значит, и уже это проходят, это изучают, об этом публикуются, об этом есть монографии. То есть это всегда можно найти в интернете. И разные специалисты, и неврологи детские, и ортопеды, и окулисты уже изучают причины патологии на разных периодах раннего детского возраста. И связаны это с той или иной степенью выраженности родовых травм. Поэтому сегодня это уже не является таким, скажем, каким-то открытием. Это уже известно, и специалисты, которые занимаются лечением и реабилитацией таких детей, прекрасно понимают, откуда, как говорят, все это дело пошло. Это нам было трудно, и нам надо было доказывать. Сегодня уже доказывать ничего не надо. К чему такие подробные разговоры? Это влечет за собой следующее. Надо понимать, что если такое случилось в родах, то есть по каким-то причинам роды прошли не так, как должны были идти, или очень быстро. Иногда приходит мама с ребенком, спрашиваешь, а как выражали, ой, замечательно. А замечательно это как? Ой, буквально вот 10-15 минут, раз, и вот ребенок как пробка выскочил. Я даже практически не заметила. Это 100% патология в родах, и это ребенок здоровым не будет однозначно. Почему? Потому что очень быстрые роды он не успевает, как бы, не успевает сосредоточиться, не успевает постепенно пройти вот этот путь, и быстрый резкий удар, он влечет за собой повреждение слабого места, а именно первого, второго шейного позвонка. Затяжные роды тоже являются наверняка причиной возникновения последующей патологии. Почему? Потому что ребенок начинает, ему начинает не хватать кислорода, он начинает волноваться, он начинает делать резкие движения. Но это примерно то же самое, когда вы оденете целлофановый мешок на голову, заряжете его и будете сидеть там минуту-другую, начнете очень бурно реагировать. При этом, и естественно, что ребенок будет вести себя не совсем так, как это должно быть, и плюс кора головного мозга будет испытывать недостаток кислорода уже само по себе. То есть это ребенок явно родится нездоровым с точки зрения риска возникновения в дальнейшем родовой травмы. И вот когда мы имеем такие ситуации, мы должны не ждать, когда начинают проявляться эти признаки. Они могут проявиться, я еще раз говорю, не сразу, и родители могут распознать, что что-то не то, когда уже ребенку 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, а когда там еще с какой-то микротравмой родились родители, то есть развивались не так быстро, то говорят, ой, там это в папу, это в маму, ничего страшного, вот, все наверстается. Ничего не наверстается, обязательно будет патология, которая проявится позже. И вот часто родители удивляются, ну как же так, вот ребенку было все хорошо, и вдруг раз в год у него косоглазие, откуда. Или было все хорошо, в 3 года у него близорукость резкая, надо одевать очки. Откуда, почему? Аркадий, прошу прощения, а есть ли какая-то статистика о том, в каком возрасте могут проявляться вот эти родители? Все зависит, все зависит от степени повреждения. Если патология произошла минимальная, ну, сдвинулся вот этот вот первый, второй шейный позвонок, сустав на какие-то миллиметры или доли миллиметра, патология разовьется позже. То есть это может быть, скажем, развитие плоскостопия в возрасте 5-6 лет. Это может быть развитие патологии на фоне каких-то нагрузок. Ну, например, ребенок пошел в детский сад, и вдруг выясняется, что он не воспринимает информацию, он не усидчивый, он не может запомнить, что ему говорят, и чему его учат воспитатели. Он пошел в первый класс, и выясняется, что больше 10-15 минут он не может за партой усидеть. Ему надо шевелиться, ему надо говорить, ему, как говорится, да, шило в одном месте, вот, и говорят, что вот, вы плохо воспитали, вы не занимаетесь, вы разбаловали ребенка, его нужно там отдавать в какие-то специализированные классы, школы и так далее. Еще хуже определенные виды препаратов и так далее. На самом деле это следствие, которое проявилось вот в таком возрасте. То есть патология минимальная, а последствия с возрастом возникают достаточно неприятные для ребенка, которые в принципе могут ему испортить жизнь в дальнейшем. И к чему я так подробно это говорю, и к чему Давид вот задает мне такие вопросы. Дело все в том, что если вы понимаете, что в родах произошло даже какие-то минимальные нарушения, лучше начинать реабилитацию сразу. Вот как только ребенок пришел из роддома, и понимаете, что что-то вот не совсем правильное, не совсем хорошо протекает, но, допустим, ребенок плачет больше, чем обычно, ребенок не спит столько, сколько ему положено по возрасту, я имею в виду, вот даже ребенок первого месяца, ребенок плохо сосет грудь, или какие-то другие проявления, которые не укладываются в норму. Это показатель того, что ребенку надо применять определенные меры для ликвидации последствий родовой травмы. И чем сразу хочу предотвратить следующий вопрос Давида, это можно вылечить в любом возрасте. Пускай, когда вы говорите о реабилитации, что вы можете... Сейчас, 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 сейчас мы об этом... Рекомендовать, а что наоборот? Вот. То есть, говорить о том, что ой, уже поздно, и это бессмысленно, это неправда. Это надо начинать, даже если вы определили, что патология, скажем, 7 лет, что это родовая травма, или в 10 лет, все равно надо начинать лечить и надо применять определенные методики. Естественно, чем раньше мы начнем, тем быстрее мы добьемся результата. Ну, скажем, если мы начнем реабилитировать ребенка с родовой травмой, допустим, в 2 месяца, то к 6-8 месяцам мы эти последствия ликвидируем. Если мы начнем такого ребенка реабилитировать в 7 лет, то нам понадобится серьезная, такая вот, настойчивая работа с ребенком, ну, где-то год, полтора, а то и два, чтобы он вот ликвидировал последствия родовой травмы. Поэтому понятно, что об этом нужно думать. Значит, давайте мы о методиках и о моих рекомендациях для лечения и реабилитации поговорим в следующей части нашего общения, чтобы не вот не выйти за временные рамки, отведенные возможностями записи. Спасибо и, как говорится, не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!